Беседа двадцать первая. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. И Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего. Иоанна 1,49-50. Много нужно нам возлюбленное попечение, много бодрствования для того, чтобы иметь возможность проникать в глубину Божественных Писаний. Иначе, предаваясь сну, нельзя постигнуть смысла их. А нужно тщательное исследование, нужна кроме того и постоянная молитва, чтобы хотя немного прозреть в святилище Слова Божия. Вот и сегодня нам представляется вопрос немаловажный, требующий много внимания. Когда Нафанаил сказал, ты сын Божий, Христос сказал ему, ты поверил, потому что я сказал тебе, видел тебя под смоковницей. Увидишь больше всего. Что же в этих словах требует исследование? То, что Петр, исповедовавший, ты сын Божий, Матфея 16,16, уже после столь многих чудес и после такого учения ублажается, как получивший откровение от отца. А Нафанаил, сказавший то же самое еще прежде чудес и прежде учения, ничего подобного не услышал от Христа, но и, как бы еще не столько сказавший, сколько надлежало сказать, возбуждается к ожиданию больших откровений. Какая же этому причина? Та, что хотя Петр и Нафанаил высказали одни и те же слова, но не с одной и той же мыслью. Петр исповедовал Иисуса сыном Божиим, как истинного Бога, а Нафанаил, как простого человека. Из чего же это видно? Из последующих слов Нафанаил сказал, ты сын Божий, он превосокупил, ты царь Израиля, но сын Божий есть царь не только Израиля, а и всей вселенной. Впрочем, это видно не отсюда только, а из следующего. С словом Петра Христос ничего не прибавил, но как бы Вера Петрова была уже совершенно, сказал, что на этом исповедании он созидит церковь свою. Но в отношении к Нафанаилу он делал не так, а совсем напротив. В исповедании Нафанаила как бы и недоставало еще многого и чего-то лучшего. И вот Христос восполняет недостающее. Что он говорит? Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Стих 51. Видишь ли, как Христос мало-помалу возводит его от земли и внушает не представлять себе его простым человеком. Может ли в самом деле быть человеком тот, кому ангелы служат и для кого ангелы восходят и нисходят. Поэтому-то он и сказал, больше этого увидишь. И изъясняя это, присовокупил об ангельском служении. Смысл его слов такой. Тебе, Нафанаил, показалось это важным, то есть что Христос видел ее подсмоковницей еще прежде, чем пришел к нему Филипп. И за это ты признаешь меня царем Израиля. Что же скажешь, когда увидишь ангелов восходящих и нисходящих для меня? Такими словами Христос внушал признать его владыкою и ангелов. Как к истинному Сыну Царя, ко Христу, восходили и нисходили эти царские служители, как то во время страданий, во время воскресения, вознесения, еще прежде того они приходили и служили ему, когда благовествовали о его рождении, когда расписали «Слава Вышней Богу и на земле мир» Лука 2.14, когда приходили к Марии, к Иосифу. Но Христос делает и теперь так же, как во многих других случаях. Он изрекает два предсказания, и верность одного уже тотчас обнаруживает, а другое, относящееся к будущему, подтверждает через настоящее. Из них одно уже доказано, есть следующее. «Прежде нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницею». Другое должно было исполняться в будущем, а отчасти уже и в то время исполнялось. Именно восхождение и нисхождение ангелов, как-то при страданиях его, при воскресении и вознесении, и в этом еще прежде событий, он уверял уже тем, что сказал о настоящем. Кто из прошедшего познал могущество его, тот, слыша и о будущем, удобнее может принять и предсказания о будущем. Что же Нафанаил? Ничего на это не отвечает. Поэтому и Христос заключил тем свою беседу с ним, предоставляя ему самому размыслить о сказанном, и не желая высказать всего в один раз. Бросив семена в землю плодоносную, он дает ей самой произрастить в свое время плоды. Это он в другом месте изобразил в следующих словах. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Матфея 13, 24. В третий день брака были они в Кане Галилейской, и был позван Иисус на брак. Была же там и Мария, мать Иисусова, и братья его. Иоанна 2, 1, 2. Я же говорил, что он наиболее известен был в Галилее. Потому и зовут его на брак, и он приходит. Он взирал не на собственное достоинство свое, но на пользу нашу. Не отрежься принять из рака раба, тем более не мог отречься прийти на брак рабов. Совозлежавший с мытарями и грешниками, тем более не мог отречься от соприсутствия с бывшими на браке. Звавшие его на брак, конечно, не имели об нем надлежащего понятия. Они звали его даже не как великого человека, а просто как человека обыкновенного и знакомого. На это и намекает Евангелист, говоря, была же и мать его там, и братья его. То есть Иисуса звали так же, как и ее и братьев. И не доставала им вина, говорит мать. Вина у них нет. Стих 3. Здесь стоит обратить внимание на то, откуда матери его пришло на мысль вообразить что-то великое о своем сыне. До того времени он еще не сотворил никакого чуда. Вот сказано. Положил он начало знамений в Кане Галилейской. Если же кто скажет, что тут еще нет достаточного доказательства тому, что чудо в Кане было началом чудес, так как прибавление в Кане Галилейской показывает только, что это чудо было в Кане первое, а не вообще и не первое было из всех его чудес. Вероятно же, Христос и прежде в других местах другие чудеса творил. То на этом мы скажем то же, что и прежде сказали. Что именно? То, что говорит Иоанн. Я не знал его, но для того и пришел крестить водой, чтобы был явлен Израилю. Иоанн 1.31 Если бы Христос в отроческом возрасте творил чудеса, то израильтяне не нуждались бы в другом человеке, который явил бы его. Если Христос, пришедший в мужеский возраст, так сделался известен своими чудесами не только в Иудее, но и в Сирии и далее, притом совершил их продолжение только трех лет, а лучше сказать, он не нуждался и в этом числе лет, чтобы явить себя миру, потому что слух о нем с самого начала разнесся немедленно повсюду, если, говорю, он в краткое время так прославился множеством чудес, что имя его стало всем известно, то тем более он не мог бы так долго оставаться в неизвестности, когда бы с первого возраста начал творить чудеса, совершаемые отроком. Возбудили бы еще более удивление. Да и времени у него для чудес было бы в таком случае вдвое и втрое еще больше. Но в отрочестве он не творил никаких чудес, кроме того только, о чем повествует Бука, как он, будучи двенадцати лет, восседал среди учителей, слушая их, и своими вопросами приводил их в удивление. Впрочем, не без причины, а намеренно не начинал он творить чудес с самого первого возраста, иначе могли бы почесть его чудеса за призраки. Если уже в совершенном возрасте его многие это подозревали, тем более, когда бы он стал чудодействовать в юности. Кроме того, иудеи с недаемой завистью, еще скорее прежде надлежащего времени вознесли бы его на крест. И таким образом все дело нашего спасения не было бы принято верою. Откуда же, скажешь, его матери пришло на мысль предполагать в нем что-то великое? Он начал уже открывать себя, чем был, и через свидетельство Иоаннова, и через то, что сам говорил ученикам. А прежде всего этого, самое зачатие его и все порождение его в последовавшие события внушали матери его высокое понятие о нем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Лука 2.52 Отчего же, скажешь, она не выражала этого прежде? От того, как я сказал, что он сам только тогда начал открывать себя. А до то ли он жил, как обыкновенный человек? Потому-то она и не говорила ему этого прежде. Как скоро услышала, что ради его пришел Иоанн и дал о нем такое свидетельство, и что он имеет уже учеников, то уже смело просит его, и при недостатке вина говорит, вина нет у них. Она хотела и гостям угодить, и себя прославить через сына. Может быть, она при этом имела в мысли что-либо человеческое, подобно его братьям, которые говорили, иди себя миру. Иоанн 7.4 Желаю приобрести себе славу и его чудесами. Поэтому-то и Христос так сильно отвечал ей, что мне и тебе, жену, еще не пришел час мой. Их 4. Но что он весьма почитал родительницу свою, об этом послушай повествование Луки, как Христос был послушан родителям. Да и этот самый евангелист Иоанн показывает, как он заботился о матери в самое время крестных страданий. Когда родители немало не запрещают дел богоугодных, и не препятствуют им, то родителям нужно и должно повиноваться. Неповиновение в таком случае весьма опасно. Когда же они всего-либо требуют безвременно, и запрещают какое-нибудь дело духовное, то небезопасно им повиноваться. Потому и в настоящем случае Христос так отвечал. И в другом случае так же. Кто мне мать и кто братья мои? Марка 3.33. Они в то время еще не имели о ненадлежащего понятия. А его мать, по той причине, что родила его, хотела приказывать ему во всем, по обычаю всех матерей, тогда как должна была чтить его как Господа и поклоняться ему. Потому-то он так и отвечал ей тогда. В самом деле, подумай, каково это было, когда при всем народе, окружавшем его, при многочисленном собрании и внимательных слушателей, во время преподавания учения, мать его вошла в собрание, стала отвлекать его от проповедования, чтобы наедине поговорить с ним, притом и не осталась с ним в доме, а увлекла его одного вон оттуда к себе. Вот почему он и сказал, кто мне матерь и кто братья мои? И он не оскорблял тем матери, нет, а приносил ей величайшую пользу, не давая ей думать о себе уничиженно. Если он имел пописение о других, и все направлял к тому, чтобы внушить им надлежащее понятие о себе, тем более заботился в этом отношении о матери. Но, как она, вероятно, даже услышав это от сына, не хотела и после того повиноваться ему, а хотела как мать, во всяком случае, первенствовать, то он так и отвечал. Да иначе он и не мог бы возвести ее от такого уничижительного понятия о нем к более возвышенному, если бы то есть она всегда ожидала от него почитания, как от сына, но не признала его господом. Вот по этой причине он здесь и сказал, что мне и тебе, жена. Впрочем, и другая была причина, не менее важная. Какая же? Он хотел, чтобы не заподозревали совершаемых им чудес. Его должны были просить те, кто имел нужду, а не мать. Почему? Что делается по просьбе родственников? Что хотя бы было важно, часто для посторонних представляется неблаговидным. Когда же просят сами нуждающиеся, тогда чудо становится выше всякого подозрения, тогда и похвала беспристрастна, и польза велика. 140. Если бы врач, даже отличный, вошедший в дом, где много больных, не слышал ничего, нет самих болящих, нет окружающих их, а только его одна мать стала бы упрашивать его, что для больных он сделался бы подозрительным, и неприятным, и не лежащие в болезни, не находящиеся при них, не стали бы ожидать от него чего-либо важного и хорошего. Вот почему и Христос тогда сделал упрек матери, сказав, что мне и тебе, жену, внушая ей на будущее время не делать ничего подобного. Имел он попечение и о чести матери, но гораздо более об ее душевном спасении и о благе людей, для чего и плотью облегся. Итак, эти слова были сказаны Христом матери его, не по какой-либо надменности, но с особенной целью, чтобы и ее саму поставить надлежащие к нему отношения, чтобы и чудеса делались с подобающим достоинством. А что Христос весьма почитал свою мать, это, кроме других случаев, достаточно видно из того самого, что сказано, по-видимому, в обличении ее. В самом неудовольствии он показал, что весьма почитал ее. А каким образом? Об этом скажем в последующей беседе. Размышляя об этом, если ты услышишь, как одна жена говорила, «Блаженно чрево, носившее тебя из осы, которое ты сосал». А он ей отвечал, «Еще более блаженно творящий волю отца моего». Лука 11, 28. Да разумею эти слова в том смысле. Ответ спасителя матери выражал не отвержение матери, а то, что ей немало не принесло бы пользы и самое рождение его, если бы она сама не имела великой добродетели и веры. Если же без добродетели душевно и для самой Марии не было бы пользы в том, что от нее родился Христос, тем более не может быть никакой пользы нам, если мы будем иметь добродетельного и доблестного отца, брата или сына, а сами будем далеки от его добродетелей. «Брат, — говорит Давид, — не избавит, не избавит человека». Псалом 48, 7. Избавит ли? Надежду спасения после благодати Божией должно полагать не в чем другом, а только в собственных совершенствах. Если бы рождение Христа само по себе могло принести пользу Деве, то оно было бы также полезно и иудеям, так как Христос был сродницником их по плоти. Принесло бы пользу и городу, в котором он родился. Полезно было бы и братьям. Между тем его братья, доколе не заботились о себе самих, не получили никакой пользы от высокого сродства, а еще и подвергались осуждению наряду с прочими людьми. Когда же просияли собственными добродетелями, тогда и прославлены. А город разрушен и сожжен, не получив никакой пользы от того, что был местом его рождения. Сродники его по плоти, истребленные погибли самым жалким образом, не приобретшие от сродства с ним ничего для своего спасения, потому именно, что не имели защиты собственные добродетели. Но более всех прославились апостолы, потому что они, истинным и достойным нашего соревнования образом, достигли сродства со Христом через послушание ему. Отсюда и мы познаем, что во всяком случае нам нужна вера и жизнь, чистая и светлая. Только это может спасти нас. Сродники Христа долгое время повсюду пользовались уважением, так что и назывались владычными. Однако же мы ныне не знаем даже имен их, а жизнь имена апостола всюду прославляется. Не будем же надмиваться благородством по плоти, но хотя бы имели тысячи знаменитых предков, будем сами стараться превзойти их в добродетелях, зная, что заслуги других не принесут нам никакой пользы на будущем суде, а еще и увеличат для нас строгость осуждения, именно потому, что, происходя от добродетельных отцов и имея столь близкие примеры, при всем том, не последовали таким наставникам. Это я говорю теперь, имея в виду многих язычников, которые, когда мы обращаем их к вере во Христа и убеждаем быть христианами, указывают на своих родственников, предков и домашних, и говорят, все мои родственники, близкие и домашние, сделаются уже верными христианами. Но что тебе в этом, несчастный, то именно тебя и погубит, что ты, не уважив такого множества близких к тебе, не поспешил обратиться к истине. Другие, будучи уже верующими, но проводя жизнь беспечную, когда станешь увещевать их к добродетели, представляют то же самое, и говорят, мой отец, дед и прадед были очень благочестивые и добродетельные люди. Но то особенно и послужит к твоему осуждению, что ты, происходя от таких людей, делаешь дела недостойные своего рода. Послушай, что говорит пророк иудеям. Убежал Иаков на поля сирийские и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Фосия 12.12 А Христос говорит, Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. Иоанна 8.56 Да и всегда доблести предков обращаются не в похвалу только иудеям, но и в большее обвинение. Зная это, будем все делать так, чтобы спастись собственными делами, чтобы иначе надеждами на других не обмануть себя самих и не узнать о своем обмане тогда уже, когда от этого познания нам никакой пользы не будет. В Ааде сказано, кто исповедается тебе? Солом 6.6 Итак, исправимся здесь, чтобы там достигнуть вечных благ, которых и досподобимся все мы благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава и держава во веки веков. Аминь.